Друзья, добрый день! Наконец-то я вам сегодня покажу комплекс домов, который мне прямо очень хорошо зашел. То есть вот если бы у меня была сейчас сумма, подходящая для того, чтобы купить дом и сделать ремонт, я бы немножечко, может быть, поторговался и купил один из этих домов. Объясню почему. Ну, во-первых, вот это все панорама моря. Море меня волнует мало. Сегодня, к сожалению, дымка, вы его не увидите. Больше всего мне нравится вот это. Это абхазские заснеженные вершины. Вот они. И они всегда очень красивые. Тоже дымка немножко не видно, но даже когда, допустим, снега нет, их видно. Они зеленые, они очень красивые и их вид он просто очаровывает. Вот. Во-вторых, смотрите, это крайние участки. Правее идет сельхоз поля. Там никогда не будет застройки. То есть, там лес, вон там гуляют коровки, собачки бегают. И с другой стороны, по большому счету, тоже там идет далеко-далеко Краснополянское шоссе и там тоже просто лесной массив. Вот этот кусок муниципальной земли, то есть, он тоже, по сути, никак вам не мешает. Соседи ведут сельскую деятельность. То есть, все, что я люблю, это просторы, это отсутствие многоэтажной застройки, это вид на горы, это вид на море. Поверьте мне, этого дорогого стоит. Но, это еще, друзья, не все. Самая большая фишка конкретно этих домов, это большие участки. вот конкретно под этим домом чуть больше пяти соток земли и, как вы видите, вот, вот эта вот часть, это дополнительная площадь, на которой можно, пожалуйста, сад, баня, бассейн, а верхние участки, там еще больше земля, там участки по семь соток. И тут уже все сделано под ключ, то есть, тут есть уже заведено электричество, по две скважины на каждый дом, все работает, вот, пожалуйста, вода бесплатная, подсветка и на данный момент застройщик дарит чистовой ремонт под ключ при покупке дома. Давайте теперь по дому. Значит, тут вылетело опять из головы почти двести квадратных метров и смотрите, вот здесь вот убирается вот это вот, вот этот навесик и при желании можно сделать выход на эксплуатируемую кровлю, то есть увеличить площадь дома еще на 60-80 метров, если это нужно. По материалам лиственница, натуральное дерево, огромная терраса, вот я вам ее показываю, вот она, и смотрите, дома вообще со свободной планировкой, но конкретно в данном доме уже застройщик сделал разводку, сделал чистовую отделку и сделал планировку. Я не могу сказать, что я с ней полностью согласен, но давайте расскажу, как она сейчас выглядит. То есть, вот это первая спальня на втором этаже, с гардеробной, сделана гардеробная. Дальше идем. Коридор, большой санузел с теплыми полами, электрический котел, встает ванна, встает биде, встает унитаз, стиралка, большой, большой санузел. И вторая, соответственно, спальня. Площадь тут где-то у ней около 20 квадратных метров, с учетом того, что сделана еще одна гардеробная, которую, допустим, вот эту ненесущую стену, опять же, можно убрать, увеличив спальню. То есть, тут вот такое большое помещение. Ну, скорее всего, подразумевается, что это гардеробная. Но, в принципе, спальни и так, вот этой спальни более чем достаточно. Вот. Или, скажем так, это место для хранения вещей. Когда ты переезжаешь в дом, когда тебе уже достаточно много лет, хлама вещей твоих любимых у тебя очень много. Их надо куда-то складывать. Вот у меня жена в первую очередь смотрит как раз на это. Коридор. Коридор, кстати, интересный. Можно много фотографий повешать. Идем на первый этаж. Первый этаж тоже распланирован. Значит, смотрите. Вот это вход. Я вам отдельно сейчас участок покажу, когда расскажу про планировку дома. Техническое помещение, котел, запасная емкость, воды хватит надолго, фильтры, насосы, вся электрика, электрический котел, также теплые полы по полу. То есть, теплые полы на двух этажах. Уже реализованы. Спальня. Большая спальня, либо кабинет со своим выходом, соответственно, на террасу, на территорию дома. Гостиная. Сделана перегородка между кухней и гостиной, но, как вы видите, она не полная, то есть, сохраняется все равно общее пространство. Мне, в принципе, это нравится. При желании ее можно демонтировать. Санузел поменьше, чем на втором этаже, но это гостевой санузел. Ну и, соответственно, помещение под кухню. То есть, вот рабочая зона, при желании сюда ставится остров, увеличивается площадь рабочей зоны кухни. И на кухне, смотрите, друзья, много света. Пожалуйста, мы выходим. У нас много света. Выходим на территорию с вами. Фасад сделан под клинкерный кирпич. Я всегда очень люблю фасады с клинкерным кирпичом. Он дает такую легкость и элегантность. Вот, посмотрите, какой здоровенный кусок полезной земли. тут вот есть каменья, которые можно использовать, опять же, для ландшафтного дизайна. Вот. И это еще не все. Я вам покажу, как выглядят дома. Чуть попозже. посмотрите, посажены газончики, посажены пальмочки, подсветка, элементы подсветки. Все красиво, все хорошо. Застройщики, ребята из Краснодара, реально поработали, подумали головой, как тут что делать. Электрические откатные ворота, что тоже важно. Большой пожарный проезд. Вот, смотрите, сколько места. Сюда две машины встанет. Вот в это. Два парковочных места. Широкий пожарный проезд. Спокойно заезжаем по бетонной улице, объезжаем и выезжаем на асфальт. Дорога там, ну, не очень мне нравится, но я думаю, когда-нибудь ее сделают. Да, а вот здесь вот можно что-то даже, я думаю, с этой территории придумать. При желании, я думаю, можно здесь даже сделать какую-нибудь спортивную площадку. Конечно, я вас жду, сейчас на автомобиль так. Так, теперь смотрим, друзья, как выглядит внешний дом. Дома все одинаковые, у них хороший современный дизайн. Вот так они выглядят. Красиво. Реально красивый дом. Пока это за последнее время один из немногих домов, который меня вдохновил. Да, вот, кстати, откатываются ворота. Тут уже все работает. Тут вполне можно жить, допустим, вы живете семьей, приехала мама, у нее отдельный вход. Когда, допустим, не хочется женой, чтобы пересекалась, пожалуйста, идет к себе в комнату. Чик, туда зашла. красота. Вот, друзья, такой достаточно большой обзор. Сейчас, если у меня дрон поднимется, потому что тут все-таки как ни крути зона аэропорта, я покажу, как это все выглядит сверху. Но мне, честно, очень и очень понравилось. Прямо я вдохновился. Немножко пройду по земле, надеюсь, не потопчу. Смотрите, очень красиво выглядит дом. Все, друзья, всех обнимаю. Звоните, пишите, ставьте лайки, смотрите цену в описании под роликом. И напоминаю, что до лета в эту цену входит вот этот чистовой ремонт с разводкой теплых вполов, с разводкой электричества, то есть достаточно денежно-емкие работы. Застройщик готов сделать подарок вам, если вы приобретете такой дом. Все, пока-пока.